Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому буду очень признателен, если мне вы эти вопросы будете писать в чат. Вы их можете писать, я их буду видеть после того, как отключу демонстрацию экрана. Ну а что касается образовательных стандартов, то все вы, наверное, тоже в курсе, что в ноябре месяце мы должны уже полностью сформировать не только учебные планы, которые уже сформированы, но и новые рабочие программы по тем стандартам, которые являются новыми, так называемые в ГОС 3++. Изменения в рабочих программах там, ну скажем так, мне как преподавателю показалось, который переделал уже это все, несущественный. Просто там появились индексы управления компетенцией, там изменилась немножко структура, там, ну опять же, основная дополнительная литература такой понятия исчезла. Но в то же время по-прежнему, по крайней мере, управление требует от нас то, чтобы литература была подписана библиотекой, прежде чем, собственно, сама рабочая программа будет утверждена и размещена на сайте. Так, вот сегодня мы с вами поговорим о том, как, используя технологии ЭБС и АПРБУКС, эффективно эти вопросы решать. Кроме того, я затрону вопросы работы в личном кабинете преподавателя. Так, если вчера мы с вами говорили в большей степени о работе администратора, то сегодня поговорим о работе преподавателя и о том, как, собственно, он может взаимодействовать с библиотекой по различным вопросам, что позволит эффективно решать обозначенные проблемы. Так, ну, собственно, это, наверное, один из самых важных моментов, которые я хотел обозначить. Еще раз хочу сказать, что я рад приветствовать тех, кто к нам присоединился. Мне очень приятно, что вы нашли время, ну, можно сказать, уже учебный год стартовал, да, ну, если не разгар учебного года, то уж разгар точной семестра, научной деятельности. И вы выбрали это время, поэтому я попробую показать вам именно те инструменты, которые позволят сэкономить это время и добиться правильных результатов. Так, если по вводной части вопросов нет, если по организационной части тоже нет вопросов, то, соответственно, я уже перейду непосредственно к демонстрации экрана. Так, да, еще один момент. Вот у вас в правом углу вы видите материалы. Так, там мы разместили ссылку на видеоинструкции. И, соответственно, вы сможете скачать те видеоинструкции, о которых я вам сегодня буду говорить. Ну, еще раз посмотрите это в обычном режиме. Там мы особый акцент сделали в том числе и на регистрацию, на работу преподавателя в личном кабинете, на работу студента в личном кабинете. Вот, чтобы вам было тоже все, была возможность эту информацию еще раз посмотреть. Итак, сейчас я начинаю демонстрацию рабочего экрана, и мы уже переходим к нашей совместной работе. Спасибо. Итак, знакомый уже вам электронный библиотечный фонд, FBS и PR Books. Я уже сразу зашел в личный кабинет, чтобы сэкономить время. Сегодня, напоминаю, мы работаем с вами под преподавательским паролем. Напоминаю о том, что в нашей системе существует несколько ролей. Это роль библиотеки администратора, это роль преподавателя и непосредственно роль студента. Разница доступности контента, доступность контента везде одинаковая. Разница лишь в возможности управления. У библиотекарей больше прав администрирующему, у преподавателя больше прав, соответственно, для формирования рабочих программ. У студента есть права, которыми позволяют эффективно употреблять информацию, использовать эту информацию в образовательном процессе. Поэтому я сегодня не буду подробно говорить о работе с изданиями в режиме онлайн. Лишь сразу могу сказать о том, что действительно, да, в профиле преподаватель добавить в избранные работы. Вчера этот вопрос мне задали. Потому что в профиле библиотекаря. Ну, профиль преподавателя в данном случае – это индивидуальный профиль. Ну, представим, что там, допустим, 10 тысяч преподавателей. В данном случае, если они будут заходить в профиль библиотеки, то, естественно, не будет порядка и управления интеграцией. В своем же профиле, когда вы заходите, вы уже работаете непосредственно сами. Для этого что нужно для этого сделать? Ну, во-первых, взять в библиотеке пароль. Да, прийти в библиотеку и попросить пароль. Ввести либо через вашу электронно-образовательную среду вузы, либо просто с компьютера ввести ЭБС и ПРБУКС. Да? Ну, и непосредственно ввести данный пароль. Но в отличие от пароля администратора, который сразу входит, условно говоря, в пространство рабочее, здесь вы попадаете также на пространство, но вам необходимо еще авторизироваться, чтобы работать в личном кабинете. Для этого пройти нужно простую процедуру. Да, я не буду у вас в этом плане время отнимать. Вы просто заходите также в личный кабинет после того, как ввели пароль и проходите персональную регистрацию. Персональной регистрации. Регистрируемся как преподаватель. Это важно, потому что у вас сразу появляются именно те права, которые, соответственно, у преподавателя есть. Вводим любой пароль, логин. Мы проверяемся все, повторяемся и, собственно, вы второй раз авторизируетесь уже непосредственно в ваш личный кабинет. Если сохраните пароль в данном случае, то потом будет туда попадать бесшовно. Это что касается непосредственно регистрации. После того, как вы вошли в личный кабинет, то здесь вы, конечно, можете уже работать со всеми направлениями. Также, как мы вчера с вами говорили, это интуитивный поиск изданий. Ну, например, что касается интуитивного поиска. Ну, конечно, я бы не хотел на нем останавливаться очень подробно. Но все-таки хотелось бы сказать, что для некоторых это тоже является инструмент составления рабочих программ. Да, книга обеспеченности, в частности. Например, отбираем управление проектами. Так, вот у нас появляется ряд изданий, которые наверняка нам интересны. Мы фактически можем перейти на издание. Так, видим, что оно активно. И обязательно посмотреть сведения лицензии. Вот здесь весь срок охраны авторского права в моем профиле. Это означает, я спокойно могу использовать эту литературу, ну, в общем-то, постоянно. Да, у меня нет опасений, что эта ссылка будет неактивна, что издательство заберет такие возможности. Так, ну и, соответственно, вы просто можете взять и скопировать библиографическую запись и поставить ее в вашу рабочую программу дисциплины. Это будет вполне нормально, и вы можете быть уверены. Единственное то, что, конечно, этот процесс достаточно долгий. Поэтому мы сегодня с вами рассмотрим, как это сделать быстро, как это сделать эффективно. Ну, и заодно те вопросы, которые были вчера, вопросы были у меня в основном по том, как работать с книгообеспеченностью, с модулем и с модулем РПД, мы также рассмотрим. Итак, рассмотрев простой способ, мы с вами теперь переходим к более, скажем так, актуальным сервисам, к более технологичным решениям. Ну, понимаете, очень важно, я это и на прошлом вебинаре говорил, и сейчас могу сказать, выбирать электронную библиотечную систему, которая не просто хранилища, да, а которая предоставляет различные сервисы, которые обеспечивают бесшовную интеграцию, которые легко интегрируются в электронную информационно-образовательную среду, технологии, которые есть в данном случае в библиотеке, в целом образовательном пространстве. Вот. Обязательно, чтобы было мобильное приложение. Если мы с вами хотим, чтобы наши студенты работали в этом, мы должны постоянно их к этому мотивировать и привлекать. Ну, я, опять же, делился неоднократно своим опытом, но лично я, например, когда читаю лекции на первом-втором курсе, я в качестве обязательных требований в начальном этапе регистрация и работа в электронно-библиотечных системах. Это обязательно. Да, для того, чтобы потом уже студент сам мог выбрать те источники, с которыми ему интересно работать. Итак, модуль книгообеспеченность 2.0. С чего мы начинаем? Ну, во-первых, мы заходим в личный кабинет. Так, соответственно, находим книгообеспеченность 2.0. Достаточно просто. Кликаем на нее. Вот что у нас здесь происходит. Мы видим с вами с левой стороны настроек и дисциплин. Моя книгообеспеченность. Книгообеспеченность организации – это та структура, которую мы рассматривали вчера и которая сформирована уже, как правило, у подключенных клиентов. Так, управление – это возможность проводить различные, скажем так, действия со своим списком, делать его наиболее оптимальным. Сводный отчет позволяет нам в большей степени видеть книгообеспеченность по разным предметам. Отчет о контенте позволяет понять, насколько вообще контент составляет, отражает возможность образовательной организации. Ну и списки литературы – это тоже уникальный сервис, который позволяет быстро решать вопросы, связанные с подготовкой рабочих программ. Мы о них с вами подробно поговорим. Начнем с настройки дисциплины. Так, что нам нужно сделать? Первый шаг. Здесь все достаточно просто. Добавить. Выбрать УГНП. УГНП – укрупненная группа направлений подготовки. В некоторых это называется УГНС, УГС – укрупненная группа специальностей. Мы выбираем укрупненную группу направлений подготовки. Ну вот кликаем просто. Ну и, соответственно, здесь мы с вами выбираем именно то, что нам интересно. Ну, например, я преподаватель. У меня есть набор дисциплин, которые я, собственно, читаю. И мне нужно подготовить по ним рабочие программы. Но прежде чем подготовить рабочую программу, я должен согласовать список литературы с библиотекой. И быть точно уверенным в том, что эта литература есть, что она не исчезнет. И что, собственно, я не буду тратить лишнее время. Что я делаю дальше? Я могу сделать следующее. Я могу, например, взять, добавить. Ну, выберем для начала укрупненную группу. Для примера я возьму также социологию. Это мне достаточно близко. У нас есть здесь два сервиса. Добавить, добавить и наполнить. Если мы с вами делаем добавить и наполнить, то в данном случае мы четко говорим с вами о том, что у нас появляются все направления подготовки. Да? Даже, возможно, те, которые мне не нужны. Если я, конечно, декан факультета или там зам декана по учебной работе, возможно, мне это нужно будет сделать. Но если я преподаватель, то я просто выбираю именно то направление подготовки, где я осуществляю непосредственную работу. Да? Ну, опять же, практика складывается таким образом, что преподаватель может читать лекции в рамках, допустим, своего или другого факультета, как на одной, так и другой специальности. Поэтому сделаем добавить и наполнить. Готово. Как вы видите, у нас уже, в принципе, все с вами появилось. Нам не нужно ничего с вами настраивать. Да? Я сейчас просто покажу, если бы мы сделали по-другому. Отказываемся. Теперь выбираем. Ну, допустим, я выбираю. Также социологию, социальную работу. И делаю просто добавить. Так? Готово. Дальше. Кликаю на уже образовавшуюся ссылку. И сервис предлагает мне выбрать направление подготовки. Мы можем воспользоваться справочником ГОСТ 3++. А можем добавить свое направление. Так? Ну, я воспользуюсь справочником ГОСТ 3++. Просто если у вас, допустим, свое направление, которое не отражает здесь, то обязательно его нужно ввести, добавить свое направление. Просто вводите код, наименование. И, собственно, оно также отражается, и литература привязывается к ним. Ну, вот. Но я воспользуюсь справочником ГОСТ 3++. Мы возьмем, допустим, социологию. Добавить. Готово. Так? Все. Мы выбрали в данном случае направление подготовки. Теперь мне нужно понять, что мне делать с дисциплинами. Для этого я кликаю на выбранное НП. И сервис предлагает мне также либо добавить свои дисциплины, либо воспользоваться справочником ГОСТ 3++. Так. Воспользуемся справочником. Ну, допустим, пусть это будет социология. Я читаю там, допустим, экономику. Политическую социологию. Ну, или давайте сделаем все предметы. Добавить. Так. То есть у нас появляются, по сути, с вами все предметы. Вы можете делать их по одному. Удалить какие-то, да? Либо выбрать те, которые вы читаете непосредственно. Все. У нас настроен список. И мы уже теперь непосредственно можем перейти к работе с книгообеспеченностью. Для этого мы переходим в раздел «Моя книгообеспеченность». Ну, это, как я люблю говорить, территории преподавателя. Здесь мы можем с вами полностью совершенствовать свой список. Делать его таким, какой он нам интересен. Для этого нам важно перейти непосредственно на ссылку. И мы получаем с вами полный список по всем дисциплинам, которые читаются в данном направлении. Да. По сути, мы уже сейчас можем его взять и скопировать в нашу рабочую программу. И, по сути, мы можем быть уверены в том, что эта литература будет утверждена библиотекой с первого раза. Что, позвольте, сократит рабочее время как преподавателю, так и сотруднику библиотеки. Так, в данном направлении, что мы делаем дальше? Мы обязательно делаем, отображать только доступный контент. Да? Почему? Ну, потому что бывают ситуации, когда к нам обращается преподаватель вот на одной из презентаций, лично на очной презентации, и говорит, нам очень нравятся учебники, но они у нас не открываются, у вас что-то не работают в ссылке. Нет. На самом деле, у нас все работает, просто, вероятнее всего, этих источников нет в подписке вашего вуза. И вы их можете, конечно же, посмотреть и дозаказать. Так? Но мы будем работать только с только доступным контентом. В общем-то, все. Готовый список. В принципе, если преподаватель хочет, чтобы у него это все четко зачлось и прошло, этого, конечно, достаточно. Хотя есть остальные моменты, на которые следует обратить внимание. Коллеги, я сейчас прервусь, да? Ну, имеется в виду, выключу демонстрацию экрана. И вы мне сможете задать вопросы, которые у вас возникли в ходе этого этапа. Потом, несомненно, продолжим. Какие вопросы возникли? Насколько все понятно? Вот вы знаете, просто практика показывает еще такие вещи, что часто возникает вопрос с регистрацией. Поэтому мы сегодня подготовили видеоинструкцию, вот, именно по регистрации, мой коллега. И вы можете с ней ознакомиться. Там все достаточно просто и все прозрачно. Вот. Ну, я смотрю, насколько понимаю, вопросов нет. Да? То есть, наверное, все понятно и все доступно. Может быть, кто-то это уже знал. И сейчас нужно освежить эту информацию перед, ну, скажем так, началом, в разгар сезона и так далее. Хорошо. Если вопросов нет, то я перехожу дальше к обсуждению данного вопроса. Включаю демонстрацию экрана. Итак, мы с вами сформировали список. Это достаточно хорошо. В данном случае мы непосредственно с вами в дальнейшем идем и работаем в данном направлении. Но, предположим, что меня не совсем устраивает тот список, который мне рекомендует сервис. Да? Например, я работал с печатным изданием. Мне хотелось бы его включить в список. Я уверен, что оно есть в нужном количестве. Да? Помните, 0.25 на одного студента. Вот. Мне бы не хотелось его убирать из списка. Так? Или же, например, я работаю с другой электронно-библиотечной системой. И мне также бы не хотелось бы вот этот материал. Хотя я уверен, конечно, что у нас это вы тоже найдете. Вот. Но, тем не менее, мы тоже предусмотрели ряд возможностей. В данном случае мы переходим в раздел управления. Обязательно выбираем УГНП. Ну, и здесь мы можем уже работать непосредственно по тем, ну, скажем так, предметам, с которыми вы работаете непосредственно. Например, политической социологии. Да? Или математика. Педагогика и психология. Ну, то есть, по большому счету, вы выбираете то, что вам интересно. Выбрали мы сейчас педагогику и психологию. А работаем непосредственно в данном направлении. Ну, вот, что касается основной и дополнительной литературы, мы оставили сервис. Потому что, ну, решение о нем было не так давно принято. И мы решили пока подождать. Потому что, кто знает, может быть, и вернут обратно. Вот. И, в общем, большой объем работы, чтобы это убрать. В любом случае, когда вы будете скачивать Word, вы в состоянии будете это просто удалить. Да? Ну, или просто везде ставить основная и все. Потом выбрать основную. Это, в общем-то, достаточно легко. Так вот, если мы хотим с вами каким-то образом откорректировать этот список, то мы заходим добавить сводную запись. Так. Ну, мы здесь с вами пишем, условно говоря, психологию. Я много писать не буду. Там, допустим, один, чтобы видно было. Вот. Основная и дополнительная. Количество экземпляров нам в данном случае не интересует. Если это печатные, то, конечно, мы должны поставить количество экземпляров. Количество студентов. Ну, их надо, конечно, поставить для полноты. Но в то же время, если это электронный ресурс, то в данном случае это тоже не так важно. Коэффициент в данном случае будет 100%, потому что электронный ресурс, в общем-то, обеспечивает полный доступ. И здесь мы с вами можем поставить любую ссылку. Взять, поставить ссылку из другой электронно-библиотечной системы. Хотелось бы при этом отметить, коллеги, что прямой интеграции бесшовной, да, у нас нет с другой ЭБС. Имеется в виду с абсолютно другими электронно-библиотечными системами. Не с вашими, там, допустим, электронной информационно-образовательной средой. Да, не с вашими каталогами. То есть, иными словами, вы не сможете по этой ссылке потом перейти туда, вам нужно заново будет проходить авторизацию. Но, по крайней мере, для выведения списка по рабочую программу этот результат, в общем-то, тоже будет зачитываться. Так, в общем-то, все сделали. Делаем добавить. Как видите, вот у нас это появилось. Так, также можем удалить, откорректировать. Сможем еще что-то удалить из того сервиса, который предлагает нам. Допустим, вам мало той литературы, которая предлагает сервис. Тогда мы просто нажимаем «Добавить с каталога вручную». Выбираем УГНП. Так, в данном случае. Ну и пишем там, условно, педагогика у нас там была. IT. Вот у нас здесь все, что касается педагогики. И вы сможете с этим, безусловно, ознакомиться. Да, и просто перейти по ссылке, и также прочитать, и посчитать, насколько она вам интересна в учебном образовательном процессе. Замечательно. Но если совсем не хотим вот так делать, просто запрашиваем автоподборку. Вот автоподборка нам делает все, что касается дисциплины педагогики и психологии. Все достаточно просто и прозрачно. Ну и, соответственно, после тех корректировок, которые мы с вами сделали, ну что мы еще можем сделать? Мы можем посмотреть сводный отчет. Сводный отчет в данном случае покажет нам, что вообще по дисциплинам. Ну, например, я вижу, что по дисциплинам демографии у нас не очень хорошая ситуация. Так, соответственно, я из нашей же электронно-библиотечной системы подберут необходимые ресурсы. Потому что во многом мы здесь сделали вручную подборку, подбирали именно ту литературу, которая соответствует специальности. Так, то есть это для меня понимание, даже больше, наверное, как для администратора, насколько вообще у нас книгообеспеченность на факультете или по моим предметам, по моим специальностям нормальная. Да, может быть, у нас их вообще нет. Отчет о контенте. Ну, то есть, по сути дела, это все, что касается тех книг, которые мы с вами говорили по педагогике. То есть все, что касается в данном направлении. Очень важно также воспользоваться ресурсом, отображать только доступный контент. Да, как мы видим, цифра сократилась. Это... Ситуации бывают разные, да? То есть бывает, что издательство само забирает источник для того, чтобы его переиздать. Бывает, что издательство, допустим, перестает вообще выпускать в данном направлении. Поэтому в данном случае сервис, который называется книги исключенные из ЭБС, позволяет нам видеть то, что было исключено. Да? Но, опять же, мы никогда, во-первых, наша компания никогда не оставляет преподавателей без выбора. Мы до последнего, если этот источник, скажем так, по каким-то причинам выбывает, стараемся его сохранить. Ну, а здесь вы можете воспользоваться, например, сервисом переиздания аналоги. Вот, как видите, переизданий в данном случае не было, но зато есть аналоги. Да? И мы, просто нажав кнопку «Заменить» и подтвердить свои действия, практически полностью этот вопрос закрыли. Вот. Достаточно просто и достаточно эффективно. После того, как мы все это сделали, после того, как мы откорректировали наш список, мы непосредственно переходим в раздел «Моя книга обеспеченность». Так, выбираем «Социология», выбираем именно тот предмет. Сейчас я его специально искать не буду. Педагогика и психология в данном случае был предмет «Та». И дальше нажимаем кнопочку «Рекомендовать». Подтверждаем. И теперь нашу рекомендацию видят как сотрудники библиотеки, так и непосредственно студент. Студент, когда заходит по УГНП, он видит именно ту, ту, что рекомендовал преподаватель. И также может по рекомендации в своем профиле посмотреть, кто рекомендовал по фамилии. Так. Очень легко, удобно. И взаимодействие со студентом. Так. Хорошо. У нас бывают такие случаи, я думаю, многие с этим сталкивались, когда есть необходимость быстро сделать рабочую программу, но, к сожалению, там по каким-то причинам она не готова. Я не буду уточнять причины, они у всех разные. Поэтому наш сервис предполагает списки литературы. Так. По сути дела вы выбираете, ну или мой справочник, или справочник, организация справочника, ЭБС, АПРБУКС. Так. Выбираете УГНП. Мы работаем с вами с 39. И у нас все появляется в данном случае вот в таком сервисе. Да, мы можем взять и скачать это в Word. Пожалуйста, основная дополнительная литература. Можете убрать вот так, сделать. Сделать все основной. Просто литература, да. Все очень просто и все довольно-таки эффективно. Так. Но это, по сути дела, так, как работает модуль книга «Обеспеченность 2.0». Вот. Очень быстро. Лично мне на своей практике. Я практически 15 дисциплин готовил по очным и по заочным направлениям. Лично это у меня заняло порядка, наверное, подборка литературы заняло примерно 2-3 часа. Вот. Это с учетом того, что я еще анализировал и смотрел те источники, которыми я пользуюсь, которые мне нужны так, чтобы были дополнительные и так далее. Вот. Вот. Если нужно быстро, то, в принципе, это можно сделать таким образом. Так. В принципе, это все, что касается модуля книга «Обеспеченность 2.0». Давайте я также сейчас вернусь в непосредственно, отключу демонстрацию экрана, увижу те вопросы, которые вы мне задали, и уже побеседуем, и я попробую, попытаюсь ответить на те вопросы, которые у вас вайли. Коллеги, вопросы. Насколько все понятно? Насколько все просто? Можно ли этим ресурсом пользоваться? Я думаю, что не можно, а нужно. Так. Ну, хорошо. Да, это действительно понятно, потому что просто. А учитывая то, что у вас будет возможность, скажем так, перейти по ссылке и посмотреть наши инструкции, то это действительно будет достаточно хорошо и удобно. Но вы в любом случае не стесняйтесь задавать вопросы, потому что вопросы, они нужны. Кто формируют готовые списки литературы? Готовые списки литературы формируют сервис. Так, наш сервис, который, наше технологическое решение, которое, собственно, ну, уже, скажем так, мы в течение года реализовываем, им пользуется достаточно большое количество вузов. С одной стороны, технологическое решение, с другой стороны, труд наших ребят-программистов, которые все сделают необходимые, скажем так, необходимые действия. И в-третьих, вручную подбираются списки. Да? Вручную подбираются списки для того, чтобы потом их соединить со специальностью. Книги подбираются вручную таким образом, чтобы эти списки потом выводились автоматически. Поэтому мы и сделали возможность корректировки этих списков. Да? Например, вам не совсем понравится та литература, которую рекомендует наш сервис. Пожалуйста, корректируйте, удаляйте, делайте. В данном направлении это все настолько, скажем так, мы пытаемся именно технологические решения внедрять. Именно для того, чтобы упростить работу преподавателя. То есть, не просто, скажем, дать книгу в электронном виде. Этого мало. Этого рынок сейчас, ну, скажем, не требует. Сейчас рынок требует быть готовым вот к этим вгосам. Для того, чтобы максимально сэкономить время, да? И, учитывая то, что у нас разные уровни подготовки, у многих осталась нагрузка достаточно большая. И мы читаем сейчас много дисциплин, чтобы наше время все-таки экономилось, и мы могли его грамотно планировать. Большое спасибо за вопрос. Я ответил на ваш вопрос, Анна. Если что-то вдруг непонятно... Спасибо. Вы можете мне писать вопросы в чат сразу, когда я что-то говорю. Да, я их не вижу, но потом, когда я вернусь в демонстрацию экрана, выключу демонстрацию экрана, то я буду их уже видеть и буду готов вам ответить на ваши вопросы. Итак, я опять включаю демонстрацию рабочего стола. И мы с вами сейчас рассмотрим модуль рабочей программы дисциплин. Посмотрим еще, как работать с модулем комплектования. Да, очень хороший инструмент. Это прям буквально новейшая разработка нашей путем интеграции нашего проекта библиокомплектатора, совершенствование ее в рамках нашей системы. Так. И непосредственно будем работать с данным ресурсом. Итак, очень важно, коллеги, заметьте, вот вчера, на вчерашнем вебинаре, мы с вами рассмотрели работу администратора, библиотекаря. Поэтому первичные настройки все предварительно делает администратор, то есть сотрудник с паролем стат на конце. Преподаватель такие настройки делать не может. Он работает в своем личном кабинете, и поэтому очень важно, чтобы изначально под профилем библиотекаря, это может быть сотрудник библиотеки, это может быть делегированный полномочия на факультет, но пароль в данном случае будет такой же, была заполнена структура, были прописаны факультеты, так, были прописаны нужные дисциплины, для того, чтобы преподаватель мог непосредственно перейти к автоматизированному производству рабочей программы. Так, что мы делаем? Заходим в личный кабинет, модуль РПД. То есть все, согласно этим настройкам, мы просто выбираем то, что уже должно быть заполнено. Вот у нас, я здесь для примера просто взял институт социологии, институт предпринимательства. Нужно это делать в соответствии с тем, как называется ваше структурное подразделение. Ну вот возьмем институт социологии, вот кафедра политических наук мной была введена, и вот здесь, вы видите, у нас сделана привязка, да? То есть если бы я, например, представлял кафедру теоретической прикладной социологии и делал работу в рамках этой кафедры, я бы кликнул на это моя кафедра и сделал соответствующую привязку. Так, настройки мы сделали, теперь переходим в режим рабочей программы дисциплины. Здесь нам нужно также выбрать год, выбрать кафедру политических наук, ну вот он уже показывает, так как я сделал только одну тестовую рабочую программу, это тестовый абсолютно профиль, то, соответственно, социология политики, дисциплина. Так, ну допустим, если вам не нужна там социология политики, это просто поисковик, когда у вас будет много дисциплин, чтобы вы могли ее найти достаточно быстро, то вы переходите непосредственно к формированию новой рабочей программы. Для этого вам, когда вы все это сделали, нужно просто делать, добавить. Здесь важно выбрать год, так, обучение, институт социологии, кафедра политических наук, как видите, привязка есть. Дальше уточнить квалификацию, бакалавр, выбрать список из УГНП списка. Ну мы с вами работаем с 39-м списком, это социология и социальная работа. Так, здесь вам нужно также уточнить направление подготовки, социология. Ну и здесь вот нет профиля просто, да, поэтому мы его вводим вручную, условно говоря, социология. Тайной социолог. Дисциплину, которую мы хотим с вами взять. Ну, например, также возьмем социология. Найти. Вот нам сервис предлагает, мы могли бы с вами, допустим, там, социологию, девиации, здоровье, ну, то есть та дисциплина, которая вам нужна. Если вдруг ее нет, то в настройках книгообеспеченности в дисциплинах вам нужно ее обязательно ввести. Тогда она будет привязана, и вы ее сможете осуществлять эффективный поиск. Ну, я для упрощения возьму дисциплину социология. Так, я ее выбрал. Делаю описание программы. Ну, то есть программа создана, и так далее, и прочее. А дальше перехожу непосредственно создать РПД. Вот она у нас тут появилась, да, непосредственно. Открыть. Мы открываем. И здесь уже работаем непосредственно со списком. У нас есть титульный лист, который мы заполняем. Я подробно не буду здесь говорить. Это все достаточно просто. Здесь семестр, контроль, трудоемкость Z-единицы, фамилию заведующего кафедры. Здесь, в принципе, все достаточно просто. Также, соответственно, и здесь цели, задачи. Единственный момент, что компетенции мы можем добавлять из справочника. Для этого мы выбираем именно тот тип компетенции, который, собственно, есть. КПК и так далее. Так, дальше мы переходим в РП3. Данная дисциплина относится к каким дисциплинам? Вариативная, по выбору, базовая часть. Так, ну и, соответственно, указываем наименование. Также смотрим взаимосвязь с дисциплинами. Также выбираем ту, которую дисциплина, которая есть. Ну и непосредственно переходим уже дальше по структуре. Также делаем распределение фонда, лекции, лабораторные, практические занятия. Достаточно давно не забываем, правда, сохранится. Важный момент, хотя сервис по этому направлению всегда говорит. РП5, структуру и содержание. Также через таблицу мы все добавляем. По сути, содержание раздела, наименование раздела и так далее. Ну и, в принципе, занятия семинарского типа мы все это прописываем с вами. Да, образовательные технологии, какие используются. И литература, она у нас с вами уже, в общем-то, есть. Да, подобрана. Фонд оценочных средств мы также с вами делаем. Ну, то есть, по сути дела, у нас с вами полностью готова рабочая программа. Да. После того, как мы ее с вами сделали, мы возвращаемся непосредственно в управление и скачиваем ее в Word. Вот, скачав Word, мы с вами можем ее править и корректировать таким образом, чтобы, собственно, она соответствовала тем стандартам, которые есть, допустим, в вашем БУЗе. Да. Вот все достаточно просто. Я здесь хотел бы коллеге сразу сказать о том, что, во-первых, более подробно можно будет посмотреть видеоинструкцию по РПД. Во-вторых, это альтернативный инструмент. Он является частью наших сервисов. Вот. И им можно пользоваться, потому что, например, когда я встречаюсь с представителями профессорско-преподавательского состава, да, у людей сразу возникает некая паника там, да, о том, что, вот знаете, у нас свой модуль, мы его еще не освоили, а вот еще теперь ваш нужно освоить. Нет. Это вопрос выбора. Хотите, пользуйтесь нашим модулем. Хотите, делайте так. Используйте модуль «Наш книга обеспеченность», подбирайте литературу. Это то, насколько, собственно, вы считаете возможным автоматизировать свою работу. Так. Я сейчас перехожу к общению с вами, выключаю демонстрацию экрана и буду готов ответить на вопросы. Так. Что обычно пишут в описании программы? Ну, в описании программы тем подготовлено, когда там что, все, что касается, опять же, речь идет о согласованных требованиях. Просто, допустим, вот в том, в той рабочей программе, которую делаю я в своем вузе, у нас там нет как такового описания, да, там рабочая программа создана, там для и так далее. Вот. В некоторых вузах это есть. То есть мы решили этот сервис оставить для того, у кого это, скажем, требование присутствует. По крайней мере, если, допустим, в этом отношении у вас этого нет, мы можем этого просто не делать. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Так, если вопросов у нас нет, я для себя делаю вот одно-два варианта говорю. Либо ведущий очень хорошо объясняет, либо он плохо объясняет, его не понимают, но из вежливости, скажем так, требований к структуре фонда оценочных средств. Ну, я вам просто по своему опыту скажу. Я фонды оценочных средств подготовил уже, те, которые надо сдать к ноябрю, сделал их вместе с рабочей программой. Что я там изменил? Я в большей степени изменил, по сравнению с старым фосом, я изменил там именно структуру компетенций. Как вы знаете, у нас появились теперь не просто компетенции, которые должны быть привязаны к образовательному стандарту специальности, так и, соответственно, этот образовательный стандарт является важным и ключевым. Есть даже рекомендованные по опы по разным направлениям и так далее. Но и важно еще, чтобы там были отражены так называемые индексы управления компетенцией. То есть, по большому счету, у нас идет компетенция, индексы, которые условно каскадируют компетенцию на несколько элементов, на несколько подкомпетенций. Так, и уже через них, через эти подкомпетенции мы должны с вами выйти на фос. Ну, например, условно говоря, там дисциплина, которую я читаю, одна из дисциплин – это менеджмент. Вот, соответственно, если у меня есть там раздел «Бизнес-планирование», то, соответственно, я выбираю именно те компетенции, которые там, условно говоря, там организация процесса сбора информации, там маркетинговые исследования. И там, я их уже, честно, на память не помню. Вот, их трудно запомнить, они такие у нас достаточно научные. Вот, и, соответственно, появляются у нас три компетенции. И одна из них, допустим, сводится к тому, что осуществление планирования, там подготовка финансового плана. И вот здесь, допустим, я ставлю в качестве оценки вот этой деятельности, я ставлю, например, написание «Бизнес-плана». В этом случае у меня логика есть. Соответственно, вот это, вот так структура поменялась. Но у меня есть основания полагать, что все-таки структура фоса может быть тоже изменена. Вот. Но пока у меня такой информации нет. По крайней мере, все, что я сдал летом, вот сейчас вот на своих заседаниях кафедры, я пока не получал такую информацию. Спасибо за вопрос. Еще вопросы? Инна, спасибо вам большое. То, когда мало вопросов, понимаете, я очень часто работаю с большими аудиториями. И когда мало вопросов, мне кажется, вдруг я что-то делаю не так. Спасибо. Хорошо, у нас еще с вами осталось совсем немного времени, минут 15, да? Я вопросы ваши обязательно увижу. Я вам хотел бы еще также показать, как вы можете эффективно работать с нашим модулем комплектования. То есть, по сути дела, вы можете подойти к вопросу подбора литературы и заказывать ее автоматизированно. Поэтому большое спасибо нашим разработчикам, нашим ребятам из IT-отдела, которые за лето сумели сделать просто, я считаю, громадную работу, да? Я включаю демонстрацию экрана, и мы с вами уже непосредственно переходим к изучению этого модуля. Вчера мы с вами видели это на примере комплектования со стороны библиотеки. Сейчас мы посмотрим с вами, и я буду более смелее в действиях, потому что вчера я работал под конкретным вузом, да? И там можно было бы, конечно, что-то испортить. Сегодня я работаю под тестовым паролем, и поэтому я могу сделать здесь все, что у нас делается. Да, Елена, конечно, запись вебинара, она... У нас вебинары, понимаете как? Они изначально обрабатываются, размещаются в YouTube, и потом уже присылаются, соответственно, в хорошей нормальной версии, чтобы вам было удобно смотреть. Очень приятно, что вы будете это изучать. Обязательно воспользуйтесь видеоинструкцией. Мой коллега Владимир Орнопольский, который, вы тоже знаете, подготовил очень интересные инструкции, вот, с ними можно будет ознакомиться. И самое главное, дать студентам посмотреть, вот, и поизучать. Итак, я перехожу непосредственно к модулю комплектования. Включаю демонстрацию экрана. Это находится также в личном кабинете. Допустим, я преподаватель. Мне нужно изучить и подобрать для себя актуальную литературу. Поэтому я захожу непосредственно в модуль заявки на доукомплектование. И начинаю с ними работать. Как вы видите, у меня здесь уже 4 штуки есть. Это я, соответственно, раньше просто демонстрировал, показывал, не удалил. Так. С левой стороны у нас тематические коллекции, издательские коллекции. Выключены и полные издательские коллекции. Вы их можете включить или отключить. Также режим исповар. Также можете его включить и выключить. Ну, а дальше вы уже непосредственно смотрите по так называемым УГС, с укрупненным группам специальностей. И выбираете то, что вам наиболее интересно. Например, история и археология. Ну, возьмем историю. Так. Вот я преподаватель. Взял коллекцию Прометей. Замечательные коллекции. Интересные коллекции. Хотя вот история археологии языки славянских культур, она может быть даже и лучше для меня, если я изучаю, например, какие-то древние аспекты. Я начинаю смотреть и внимательно изучать. И дальше просто начинаю, как вы видите, с правой стороны в заявку. В заявку. Заявку. Так, это мне не нужно. Это мне тоже нужно. Так. Хорошо. Так, из этой коллекции я себе подобрал. Да, это я посмотрю еще русский язык, как иностранный. Ну, замечательная коллекция. Какая у нас замечательная коллекция? Да все. Еще возьму вот это. Так, это я посмотреть взял. Хотя вы также нажав на нее, можете посмотреть, если, допустим, вот это. Да, вот это. Да. Вот фактически у меня 12 книг, которые я выбрал. Ну, а затем, что тут уж греха таить, возьму-ка я всю коллекцию русский, как иностранный. Так. Так, отправляю на нее заявку. Так. Теперь я могу управлять заявкой в своем профиле. Смотрю. Итак, у меня коллекция одна полная, русский, как иностранный. Так. И у меня есть книги, которые я выбрал покнижно. Так. Вы в данном случае не видите этой стоимости. И вам, преподавателям в данном случае, может быть, это и не нужно. Даже не можно, а точно. В свою очередь, администратор видит в управлении в своем модуле. Он видит, сколько это стоит. И непосредственно уже взаимодействует по возможности приобретения. Дальше вы просто нажимаете подтвердить заявку. Вот. И все это автоматически видит уже библиотека. И непосредственно видим мы в нашей системе, какие заявки были сделаны. Так. Тем самым, собственно, очень облегчается процесс. Но в любом случае, конечно, безусловным документом будет являться то, что вы подберете заявку и отправите в библиотеку. И уже библиотека будет именно в традиционном виде, как у вас принято. И уже библиотека будет непосредственно с нами связываться и обсуждать вопросы приобретения. Ну, так все просто, достаточно и без каких-либо возможностей, сложностей. Я выключаю демонстрацию экрана и буду готов ответить на вопросы. Так, ну, администраторы пока говорят мне о том, что корректная трансляция. Все в порядке. Я готов ответить на вопросы, коллеги. В принципе, все то, что я говорил, я еще старался сопровождать какими-то примерами. Вот. Но если у вас возникли вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Пока вы пишете, вы можете зайти на наш сайт и запросить бесплатный тестовый доступ. Но это может сделать не частное лицо, а непосредственно ваша организация. Теоретически это может сделать институт, если является, или факультет, если является самостоятельным подразделением и вправе принимать решения там относительно возможностей приобретения или тестирования. Все это, собственно, может быть сделано. Сделано. Поэтому вопросы, какие возникли у вас. Ну, я смотрю, вопросов нет. Коллеги, большое спасибо, что нашли время в пятницу. У кого-то сейчас я знаю на час раньше, у кого-то на несколько часов больше. Я хотел бы анонсировать ближайшие вебинары. Ближайшие вебинары будут посвящены вопросам СПО, вопросам, связанные с грифованием. И я думаю, если у нашего директора, у генерального директора Натальи Юрьевны будет время, она с удовольствием разъяснит о тех возможностях, которые будут. У нас будут прекрасные вебинары по выбору электронных поставщиков по критериям. И я буду всех очень рад видеть. Ну, с наступающим уикендом. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Всем хорошего настроения. До свидания.